Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN и на продаже появился набор, который действительно стоит купить каждому, особенно если вы новичок. Сейчас попытаюсь объяснить почему. Я не часто это говорю, говорю лишь тогда, когда действительно набор того стоит, по одной простой причине, потому что я знаю цену каждой голдовой монете. Я точно так же, как и вы, собираю ее, просматривая рекламные ролики, выполняя какие-то квесты, индивидуальные задания. Короче говоря, собираю по курпицам точно так же, как и вы. Что касается данного набора, то набор действительно очень классный. В составе набора две восьмерки всего лишь за 10 тысяч голды. Причем один из них это Т-77 с великолепным барабаном, к которому стоит привыкнуть. Это мы обсудим буквально через пару минут, когда будем его тестить. Но в целом машина очень классная и очень годная. Что касается КВ-5, недавно я выпускал видео, в котором я приводил свой топ-5 премиумных восьмерок тяжелых танков, которые стоит заиметь в первую очередь новичкам. То есть те танки, которые первыми необходимо покупать, потому что они прощают ошибки. И в них достойное место занимал именно КВ-5. Очень круто забронированная машина, позволяющая вам совершать ошибки в боях, если вы новичок, и не нести за это уж такой сильной расплаты, как на многих других танках. Что касается игры, то немножечко все-таки скучноватый, немножко не сильно подвижный, но в то же время очень-очень классный тяжелый танк восьмого уровня. Да, пускай не имба имбовая, но играть на нем действительно просто комфортно и спокойно. Его мы выкатим из ангара в следующем видео, а в этом покатаем Т-77, поскольку он все-таки более важная персона в данном наборе. Ну а что касается завершения и обсудения самого набора, то здесь, ребят, есть внешний вид на Т-77, который действительно очень круто смотрится. С этим я спорить не буду. Ну а на КВ-5 можете одеть что-нибудь другое. Не анимированный, мне кажется, абсолютно никому не нужный аватар. Целых 20 штук Х5 на каждую из данных машин. И поверьте, и на том танке, и на другом. Вы действительно сможете очень круто реализовать данные иксы и существенно поднять свой элитный опыт экипажа и в копилочках немножечко себе добавить. Что касается бустеров, то разработчики не пожалели и положили сюда по 25 штук эпических бустеров всех видов. Ну и, соответственно, два слота в ангаре, открытое все оборудование, которое позволит вам сэкономить, с учетом того, что это две восьмерки в районе 5 миллионов серебром. Это действительно тоже довольно некислая экономия. Я не совсем понимаю, почему здесь выложили баден-баден по два раза, по два раза. Т-77 и ценники одинаковые, все одно и то же. Скорее всего, какой-то глюк, скорее всего, где-то что-то задвоилось. Но, так или иначе, давайте обсуждать машины по отдельности. 7500 Т-77 стоит однозначно и его можно даже вот так вот за 7500 без легендарного внешнего вида, но с открытым всем оборудованием, что приблизительно 2,5 миллиона сэбра экономии, покупать абсолютно спокойно. Что касается КВ-5, то, ребят, здесь я в очень больших раздумьях. С одной стороны, КВ-5 у меня нет на моем основном аккаунте, я очень сильно хочу его заиметь и давно жду его на продаже. А с другой стороны, 6500, ну, не совсем мне к месту за него отдавать, потому что держу свою голду для того, чтобы вместе с вами прокручивать рулетки, открывать какие-то контейнеры. Короче говоря, для контента. Если бы были свободные голдовые монеты, то я обязательно купил бы его себе, но, к сожалению, не могу себе этого позволить. Ну, или хотя бы купил бы его, допустим, за 5500 в голом состоянии. Ну, а что касается оборудки, то нафармил бы серебра и, соответственно, уже за серебром открывал бы. Что касается Т-77, скрывать не буду, поначалу машина очень сложная. Когда я его себе купил, я купил его себе за 10 тысяч в голом состоянии и плевался дальше, чем только мог. Дело в том, что машина, она требует к себе определенного рода привыкания по одной простой причине, потому что барабан, когда вы реализовываете, а здесь два снаряда в барабане по 2,5 секунды перезарядка между снарядами, то в целом дальше вам необходимо понимать, чем заняться, а особой броней машина не обладает, чем там кто не рассказывал. Время перезарядки магазина действительно долговатая, практически 20 секунд. И мне понадобилось целых 50 боев на то, чтобы все-таки понять эту машину. И после того, как я ее понял, мое мнение о Т-77 действительно изменилось. Угол склонения родия вниз минус 10, пробитие 232, что более чем достаточно, чтобы играть против восьмерок и девяток. И средний урон в 380 единиц вроде бы и не сильно много, но с учетом того, что через 2,5 секунды вы накидываете еще средних 380, то суммарно получается 760 единиц урона с барабана. Это действительно делает неприятно вашим соперникам. Что стоит отметить? Время сведения не сильно приятное, 4,1 секунды, с учетом того, что в оборудовании у меня оба слота установлены именно на улучшение данного показателя. Ну а вместо досылателя, здесь его, ребят, нет, здесь у нас вентилятор, вместо вентиля здесь у меня стоят калиброванные снаряды. Именно благодаря этому мое пробитие существенно выше, нежели базовое, на целых 11 миллиметров. Ну что, ребят, берем машину, поехали покатаемся. Ну что, ребят, поехали, попытаемся затестить и забегая наперед, скажу следующее. Стиль игры, манера игры на данной машине точь-в-точь такая же, как на Т57 Heavy, который расположился у нас среди проходников на 10 уровне. Это очень похожая машина во всем, и в системе бронирования, и в отношении подвижности, и в отношении вашей судьбы в бою. Ваша судьба в бою это выехать, дать две тычки, этими двумя тычками нанести определенное количество урона довольно-таки точным орудием, и после этого скрыться для того, чтобы перезарядиться. Сейчас, к сожалению, два снаряда у меня пошло успешно с попаданием в соперника, но абсолютно безуспешно в отношении нанесения урона. Это действительно очень неприятно, но в конце концов, как есть, так есть. Мне лично, как я уже говорил, Т-77 в момент, когда я его купил себе, очень сильно не понравился. Я даже выставил несколько гневных видео по поводу данной машины, и не мог понять, почему другие игроки расхваливают данный танк. Чем он такой крутой, чем он такой классный. Реально, каждый бой для меня был, ну не то чтобы испытанием, но мучениями однозначно. Когда я на нем, как я уже сказал, отыграл добрых пять десятков боев, я начал чувствовать машину совсем по-другому. Я начал понимать время перезарядки, я начал понимать, чего он от меня хочет в то время, пока он перезаряжается. Ну и, соответственно, я начал давать совсем другие результаты в отношении результатов в бою. Что касается брони, многие говорят о том, что неплохо забронирована машина, но, ребят, это не так. Не знаю, почему, но когда я встречаю Т-57 в боях, то он не производит на меня впечатления какой-то, ну не знаю, неприступной скалы. Я вполне спокойно выцеливаю его серые зоны, я вполне спокойно накидываю в эти серые зоны. Ну и, соответственно, наношу ему порой довольно-таки существенный урон, а иногда даже непоправимый. Вот сейчас на меня выезжает Т-77, еще один с кормы. Если подъедет, то сможем его увидеть именно через призму прицела и понять вообще, в принципе, насколько машина забронирована, если будем смотреть на него, по крайней мере, через свой прицел. Ну, как видите, серые зоны есть, особенно нижний бронелист. Мама, не горюй, стреляй, не хочу, наноси урона. Ну, ничего тут такого действительно крутого нет. Да, порой какие-то рандомные рикошеты бывают, которые тебя очень сильно удивляют, как так получилось. Но, в целом, я бы не сказал, что действительно тут есть прям чем хвастаться. Если крутишься, вертишься, а соперник сильно торопится, то да, действительно, можно где-то что-то танкануть. Ну, а так, в принципе, разбирают, как и многие другие тяжелые танки. Но стоит отметить в защиту данной машины, что если вы будете играть аккуратно, если вы будете иметь поддержку ваших союзников, если вот такого разгромного результата не будет по результатам боя, то в целом, ребят, вы можете рассчитывать на довольно-таки неплохие настрелы по урону на данной машине. И стоит отметить, что данная тачка довольно-таки круто добирает недобитков. То есть, если где-то вдруг кто-то остался, у кого запаса прочности менее 600 хпн, то вы вполне спокойно подъезжаете к нему и за две с половиной секунды отправляете его отдыхать. Досматриваем бой, подбиваем итоги. Итак, друзья, магическая цифра 2222. Именно столько единиц урона я смог нанести за бой, что касается результатов по фарму. То у меня активирован прем-аккаунт, поэтому 55 тысяч, ребят, это результаты с учетом према. Если без према, то существенно меньше, но все равно фармить на данной машине можно. И можно поднимать довольно-таки не кислом. 37 тысяч было бы даже по результатам данного проигрышного боя, ребят, за тот урон, который я нанес. А нанес я на нем не так уж и много. 2200 и, поверьте, данная машина может действительно гораздо больше. Что касается того, почему я не вырезал данный бой и не показал какой-нибудь самый крутой, какой только смог у себя найти или сыграть 20-30к. Тогда все просто потому, что я хочу, чтобы вы видели танки такими, какие они есть на самом деле. И, как видите, в команде у соперников сделал соперник на Т-77 один фраг и при этом нанес 3200 единиц урона. Все потому, что вся его команда сыграла довольно-таки круто, классно и, я бы сказал, слаженно. И именно благодаря этому такие результаты. Он достоин от нас однозначно лайкоса. И именно в этом прикол Т-77. Это танк крутой поддержки, который в случае, если перед вами есть двое-трое ваших союзников и они нормально себя показывают в бою, то вы, стоя за ними, периодически выезжая из-за каких-то препятствий, из-за каких-то, не знаю, там, углов, домов и подобных вещей, можете накидывать существенное количество урона за короткий промежуток времени в бою. Ну и на 20 секунд вам просто необходимо скрыться от ваших соперников за ту же самую преграду, для того, чтобы ваши союзники в эти 20 секунд поддержали ваших соперников до момента, как вы появитесь еще раз и опять начнете бить им морды. Вот такой вот он Т-77. И почему я считаю, что данный набор действительно стоит купить? Да просто по одной простой причине, потому что Т-77 однозначно стоит даже в голом состоянии свои 7500 голды, за которые его, в принципе, здесь и продают. Но в таком случае, если вы покупаете за десятку данный набор, то получается, что КВ-5 вместе с иксами вы получаете с открытым оборудованием всего лишь за 2500 золота. А это, ребят, восьмерка, на которой действительно можно фармить и которая простит вам огромное количество ваших ошибок. Что касается КВ-5, то выкачу его на пресс-аккаунте уже в следующем видео, специально для вас, чтобы посмотрели, на что он способен. Что касается Т-77, то сказал свое честное мнение, еще раз повторюсь, ранее я плевался от этой машины и говорил, что это просто фу-фу-фу неимоверное, которое я просто не смог понять вовремя. Вот такой вот он Т-77. И если вы за честность на канале подписывайтесь на него прямо сейчас, я пошел снимать специально для вас следующее видео. Вам же, друзья мои, искренне желаю мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.